Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и при том избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, а стерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается Датита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицем церквей дайте им доказательства любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонинами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. «Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мной македонини и найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор». Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Марка Святое Благовествование Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекшее ему имя Петр, Якова Зеведеева и Иоанна, брата Якова, нарекшие им имена Ван Горес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Якова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, Который и предал его. И взыди на гору, и призва их же хотяше сам, и приидоша к нему, и сотвори дванадесяте, да будут с ним, и да посылает их проповедать им, И имейте власть, исцелите недуги, и изгоните бесы, и нарече Симону имя Петр, и Якова Зеведеева, и Иоанна, брата Яковля, и нарече има имена Ван Горес, и же есть сына Громова, и Андрея, и Филиппа, и Варфоломея, и Матфея, и Фому, и Якова Алфеева, и Фаддея, и Симона Канонита, и Иуду Искариотского, и же и предаде его». Вопрос. Что такое духовная молитва, и как подвижнику сподобится ее? Ответ. Душевные движения, за строгую непорочность и чистоту, делаются причастными действенностей Святого Духа, и ее сподобляется один из многих тысяч людей, потому что это – тайна будущего состояния и жития. Естество возносится и пребывает недейственным, без всякого движения и пометования здешним. Не молитвою молится душа, но чувством ощущают духовные вещи онного века, превышающие понятие человеческое, у разумения которых возможно только силою Святого Духа. А это есть умное созерцание, но не движение и не взыскание молитвы, хотя от молитвы заимствовало себе начал, ибо через это некоторые из подобных сим людей достигали уже совершенства чистоты. И нет часа, в который бы внутреннее их движение было не в молитве, как сказали мы выше, и когда приникает Дух Святой, всегда обретает таковых в молитве, и от этой молитвы возносит их к созерцанию, которое называется духовным видением. Ибо не имеют они нужды в образе продолжительной молитвы, ни в стоянии и в чине продолжительной службы. Для них достаточно вспомянуть о Боге, и тотчас пленяются любовью Его. Впрочем, не нерадят совершенно и о стоянии на молитве, когда воздают честь молитве, и кроме непрестанной молитвы в назначенные часы стоят на ногах. Ибо видим святого Антония, стоящим на молитве девятого часа и ощутившим возношение ума своего. И другой из отцов, с воздетыми руками стоя на молитве, приходил в восхищение на четыре дня. И другие многие во время таковой молитвы пленяемы были сильным пометованием о Боге и великую любовью к Нему, и приходили в восхищение. Сподобляется же ее человек, когда хранением заповедей Господних, противящихся греху, и внутренне, и наружно, совлечется греха. Кто возлюбит сии заповеди и воспользуется ими по чину, для того необходим сделается освободиться от многих человеческих дел, то есть совлечься тела и быть вне его, так сказать, не по естеству, но по потребности. Кто ведет жизнь по образу законоположника и руководствуется заповедями его, в том невозможно оставаться греху. Посему Господь обетовал в Евангелии, сохранившему заповеди, сотворить у него обитель. Вопрос. В чем совершенство многих плодов Духа? Ответ. В том, когда сподобится кто совершенной любви Божией. Вопрос. И почему узнает человек, что достиг ее? Ответ. Когда пометование о Боге возбудилось в душе его, тогда сердце его немедленно возбуждается любовью к Богу, и очи его обильно изводят слезы. Ибо любви обычно воспоминанием о любимых возбуждать слезы. И пребывающий в любви Божией никогда не лишается слез, потому что никогда не имеет недостатка в том, что питает в нем пометование о Боге. Почему и во сне своем беседует с Богом? Ибо любви обычно производить что-либо подобное, и она есть совершенство людей всей их жизни. Вопрос. Если после многого труда, изнурения, борения, какие приобрел человек, помысл гордыни не стыдится приразиться к нему, потому что заимствует себе пищу, в липоте добродетели его, и рассчитывает на великость понесенного им труда, то чем одолеть человеку помысл свой? И приобрести в душе своей такую твердость, чтобы не покорилась она помыслу? Ответ. Когда познает кто, что отпадает он от Бога, как сухой лист падает с дерева, тогда уразумевает силу души своей. То есть, своею ли силой приобрел он добродетели сии, и перенес ради них все борения? Между тем, как Господь удерживал помощь свою и попускал ему одному вступать в борьбу с дьяволом, и не ходил с ним вместе, как обыкновенно участвует он в борьбе с подвязающимися и содействует им, тогда обнаруживается сила его. Лучше же сказать, ясным делается поражение и затруднение его. Ибо со святыми всегда бывает промысл Божий, охраняющий и укрепляющий их. Им побеждает всякий чин людей, если бывает человек в подвиге и в страданиях мученических и в прочих бедствиях, постигающих за Бога и ради Его претерпеваемых. Это ясно, очевидно и несомненно. Ибо как естество может победить силу щекотаний, непрестанно возбуждающихся в членах у людей, причиняющих им скорбь и очень сильных для того, чтобы преодолеть их. И почему другие желают победы и любят ее, но не могут одерживать оный при сильном противоборстве своем. Напротив же того, каждый день терпят поражение от телесных щекотаний и пребывают в труде, в плаче и в изнеможении, трудясь о душах своих. А ты удобно возможешь понести притязания тела, которые столько трудны, и не приходить от того в большие замешательства. И как тело, в других случаях чувствительное к страданиям и не терпящее уязвление тернием, уколовшим его ноготь, может преобороть резание железом, переносить сокрушения членов и всякого рода муки и не препобеждать состраданиями, не ощущая, как обычно естеству, сих разнообразных мучений, если кроме естественной силы не приходит от инуда другая сила, отражающая от него лютость мучений. И по элику заговорили мы о Божьем промысле, то не поленимся привести на память одну душеполезную повесть, возвышающую человека в борениях его. Один юноша по имени Феодор, у которого все тело подвергнуто было мучением, спрошенный кем-то, чувствовал ли ты мучение, отвечал, вначале чувствовал, а впоследствии увидел някоего юношу, который отирал пот моего борения, укреплял меня и доставлял мне прохладу во время подвига. О, как великий Божий щедрот! Сколько близка бывает благодать Божия к подвязающимся за имя Божие, чтобы им с радостью претерпевать за него страдания. Поэтому не будь непризнателен, человек, к Божию о тебе промышлению. Если, наконец, явно, что ты не победитель, а только как бы орудие, побеждает же в тебе Господь, и ты ту не получаешь победное имя, кто возбраняет тебе и во всякое время просить той же силы и побеждать, и приимать похвалу, и исповедоваться Богу. Разве не слыхал ты, человек, сколь многие подвижники от сложения мира, быв непризнательными к сей благодати, пали с высоты жизни и с высоты подвигов своих? Сколько многочисленны и различны дары Божии роду человеческому сами в себе, столько же бывает различия в приемлемых дарах и, соответственно, степени приемлющих оны. Бывает умоление и величие в дарах Божьих, хотя все они высоки и чудны, но один превосходит пред другим славою и честью, и степень степени выше. И также посвятить себя Богу и жить добродетельно, есть одно из великих дарований Христовы. Ибо многие, забыв, что по сей благодати сподобились они стать отлученными от людей и посвященными Богу, причастниками и преемниками дарований Его, избранными и удостоенными служения и священно действия Богу, вместо того, чтобы непрестанно устами своими благодарить за сие Бога, уклонились в гордыню и высокомерие и думают о себе не как приявшие благодать священно действия, чтобы священно действовать Богу чистым житием и духовным деланием, но как оказывающие милость Богу. Когда бы надлежало им рассудить, что Бог изъял их из среды людей и соделал приснами своими для познания тайн Его. И не трепещут они всею душою своею, рассуждая таким образом. Наипаче же, когда видят, как у рассуждавших подобно сему, прежде них внезапно отъято было достоинство, и как Господь в мгновение ока свергнул их с той высокой славы и чести, какую имели они, и уклонились они в нечистоту, непотребство и студа деяния подобно скотам. Поэлику не познали они силы своей и не содержали непрестанно в памяти давшего им благодать совершать пред Ним служение, стать включенными в Царство Его, быть сожителями ангелов и приближаться к Нему ангельским житьем, то Бог отстранил их от делания их, и тем, что оставили безмолвие и изменили образ жизни своей, показал им, что не их была сила. Если соблюдали они благочиние в житии и не тревожили их понуждение естества, демонов и иных прочих сопротивностей, напротив же того, была эта сила благодати Божией, производившей в них то, чего мир по трудности этого не может вместить или слышать, и в чем они пребывали долгое время и не были побеждаемы. Почему, конечно, была в них некая сопутствующая им сила, достаточная к тому, чтобы во всем помогать им и охранять их. Но поелику забыли они о силе этой, то исполнилось на них слово, сказанное апостолом, як уже неискусиша имети в разуме Бога, владыку своего, совокупившего персть для духовного служения, предаде их вне искусен ум. Послание кремлинам, глава 1 стих 28 и как надлежало восприяли они бесчестие за свое заблуждение. Вопрос. Бывает ли, когда, чтобы тот, кто отважится вдруг совершенно отречься от сожительства с людьми и по благой ревности внезапно уйти в необитаемую страшную пустыню, умер от всего сголода по неимению себя покрова и прочих потребностей? Ответ. Кто бессловесным животным, прежде сотворения их, уготовал жилище и печется об их потребностях, тот не презрит создание своего, преимущественно же боящихся его, и в простоте беспытливости последовавших ему. Кто волю свою во всем предает Богу, тот не печется уже о нуждах тела своего, о бедстве и злострадании его, но желает пребывать в житии сокровенном и вести жизнь уничиженную, не боится скорбей, но почитает приятным и сладостным отчуждение от целого мира за чистоту жития, изнуряя себя среди холмов и гор, живет как скиталец в кругу бессловесных животных, не соглашается упокоиваться телесно и проводить жизнь, исполненную сквером. И когда предает себя на смерть, ежечасно плачет и молится, чтобы не лишиться ему чистого Божия жития, тогда приемлет от Бога помощь. Ему слава и честь. Он да сохранит нас в чистоте своей и да осветит нас святынею благодати Святого Духа в честь имени своего, чтобы святое имя его в чистоте прославлялось во веки веков. Аминь. Помощь моя, помощь моя от Господа сотворшего небо и землю, не дай чего смятения ноги твоей, а не живо воздремлет, храняй тебя. Все не воздремлет, не живусь, нет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою, во дни солнце не ожет тебе, ни же луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое от ныне до века. И сподоби нас, Владыка, содержавение не осуждено, смейте призывать и тебе небесного Бога, от Царь и Два Голоси. Господь, ни сила, ни слава, от Царь и Святаго Духа, Ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Святый Морок, Святый Век и Святый Боже, Святый Боже, Святый Карь и Святый и Святый и Боже, Святый Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.